скромняшка опять скромничает привет наши хорошие мои хорошие мои любимые как вы просили пожалуйста скромняшка сегодня с нами и я честно говоря с ней очень люблю снимать еду фикс прайс а сегодня у нас будет прям вот напитки фикс прайс прям вообще узконаправленная специальность крысинка уже что-то из этого пробовала а я не пробовала представляете мне очень любопытно например вот что это такое что это я тоже не пробовала отлично это моя мечта соевое молоко я уже полгода почему-то хочу соевого молока и помнишь мы когда с тобой были в колумбе я даже хотела соевого молока но его не было там ну было написано что соевое молоко я никогда не пробовала я не знаю оно вкусно я тоже не пробовала только булочки соевые пробовала написано соевый напиток его не зря два потому что они разные это ваниль а это натуральный и я хотела ну как бы это попробовать и понять это ваниль а это натуральный вообще-то как ваниль не натуральный ну давайте попробуем самого интересного начнем у нас здесь еще о господи село зеленое есть село зеленое и это тоже напиток сывороточный вот меня что смутило потому что ванили ароматизатор поэтому я бы читала да ну просто придумала почему ой жара ты какая как раз таки нужно сывороточный напиток нам попробовать короче давай пробовать открывай один ты один я такие бутылки напоминают как в ссср были молоко из детства они специально и сделали что люди хотели короче у меня ванили ты взболтала нет всегда все напитки нужно взболтать давайте я не взболтанную воду сверху которая отошла я чуть-чуть потому что я боюсь что это может ужасно вообще когда я узнала что есть соевые продукты это когда я обучалась в колледже я почему-то брезговала именно соевое молоко и вообще молоко только магазинная я не понимала что такое соевое оказывается это же просто трава как трава не животное у тебя кружка стоит ждет я думала мы с одной будет нет но у меня ванилька что непонятно найти только напиток но он не отвратительный на какой-то непонятный соевый на целых баллов на ванильку попробуй я пытаюсь распробовать видимо он очень полезный я не знаю без вкусно фу ванилька вкуснее ванилька вкуснее потому что если ванилька просто и все знаете что напоминает как будто тесто в воде так легенько легенько растворили там будет наподобие я хочу сказать только более густое вот это я пробовала только я помню вкус это когда мы клеили окна ну-ка случайно попробовала клей вот ванильный более вкусный классический вообще конкретно значит мне больше понравился ванильный это тоже самый клей которым мы клеим окна только звонили июн так с ванили да а вот это вот натуральный он конкретный конкретный клей для окон только очень очень слабо еще охлажденный очень-очень слабо намешаны так вот это короче мою неодобрям с вообще конкретно мне Но если оно полезное, то, конечно, ешьте, пейте. Непонятно, что в наше время полезное. Но я это не пробовала, и моя мечта... Кстати, желание, желание, подожди. А что, ты меня дразнила? Да. Вообще, я желание загладывала. Я же впервые в жизни соевое молоко пробовала. Что, позбывались твои желания? Всегда сбываются, всегда. Так, я помыла крухи. Давайте теперь попробуем молоко, не молоко. Ну, давайте перейти, да. А, здесь не молоко. Это, короче, фигню, все рекламируют сейчас, и оно продается в фикс прайсе. Я решила тоже спросить, попробовать овсяное классическое. Но должен быть другой вкус. Овсяное классическое light и овсяное классическое просто. Выбирай, какое ты хочешь. Да оба открываем. Да мы оба будем пробовать, но просто какое будешь открывать ты? Давай, в прошлый раз я начала с классического вкуса, без ланили. И теперь ты будешь классический пробовать, а я с чем-нибудь. Да и без проблем. Я просто пробовала в своем видео в фикс прайсе. Кто не смотрел. Половину продуктов мы пробовали, но я с Викой пробовала со своей сестрой. Да, ссылочка на Кристину будет под видео. Это тоже супер-мега крутой блогер, кто не знает. Ну, я покраснела, но не надо. Я вам говорю. Я смотрю только. Красиво, что ты. И Амирана. Любишь меня? И Амирана Сардарова. Она улыблена меня. Я аж затопала. Так, я пробую. Сболтать написано вот для таких, как я. Похоже, да? Скажи. Ну, потому что это соевое, а это овся. Овсяное или овсяное, правильно. Смысл один и тот же, что растительного происхождения основа под этот коктейль. Ой, да ладно тебе. Короче, я такие вещи не люблю. Я не буду сейчас обсирать все это. От одного вкуса. Знаешь, слушай, ты как? Я не буду сейчас это обсирать, насколько это все отвратительно, говнистое, обливать хочется. Не буду этого говорить. Без обид. Понимаете? Я тебе говорю. Да, короче, мне не нравится. Она, Кристина, забирай домой, пей, это все твое, все тебе. Я пошла пить по моим кружкам. Мне очень нравится к Селине, приходите в гости, особенно на фикс прайс. У нас есть еще немного дряни попробовать. И это вот такой непонятный... Ты вот быстро пролетела. Ты скажи, скажи, похоже вкусы. Похоже, только у ни молока, еще немного горьковатый бриф. Значит, смотрите. Зеленое село. Напиток с сывороточным. Тоже я пробовала. Апельсин, но мне кажется, он, наверное, похож на сок. И все. Просто почему он сывороточный называет? Ты знаешь, что такое сыворотка вообще? Нет. Расскажи. Ну, это молочный продукт. Апельсиновый молочный? Ну, это не молоко, это вот, знаешь, я даже не знаю, если ты не знаешь, как тебе беседить. Творог когда отходит, и там остается... А давай водянистая. Вода такая. Ты пробовала, да? Да. Тогда я тебе не дам. Ну, может быть, у тебя другой вкус. В твоем вкусе. Ну, что? Слушай, ну, это приятная хоть. Молока я тут не чувствую. Да, он не должен быть молоко. 0% жирности написано и витамины. В принципе, зеленое село можно было... Молоко ты не должна здесь чувствовать. Посмотри в интернете, что такое сыворотка. Зеленое село будем пить. Мы пошли от молочного и потом пойдем вообще... Вот это я пробовала. Колкашки потом. Сейчас, сейчас посмотрим. Короче... Твою реакцию. Да, здесь кола необычная. Гингер. Джинджер. А, джинджер, это этот. Давай, давай. Я хотела это, типа ты сейчас покажешь, а вот это я такая, да, да. Имбирь. Я же говорю, я именно о фикс-прайсе, вот в видео о фикс-прайсе, где я пробовала, я попробовала. Попробуй, попробуй, я что же его не люблю. Можно черри? Тут кола черри. Мы его такой... Ладно, не говори никак ради впечатления. Нет, да я уже половину не помню. Сбалтывать надо? Да нет, тут же с газами. Да, сбалтаю. Кристина сказала, сбалтывать надо. Ладно, давайте первое попробую туда имбирь. Нет, давайте первое попробую черри. А ты и ту-ту будешь открывать? Да. Я тогда тоже первую черри. Потому что они же вкусы, я думаю, похожи. Не, ну черри был у нас, когда-то Coca-Cola черри. Попробуй. А там немножко, по идее, ну то ли у меня не может быть. Ну имбиря я не пробовала. Быстро не пей. Вот знаешь, как вино, пусть прозальется по рту, по языку. Нет, это Coca-Cola черри я пробовала. А, да? Так неинтересно. Да, ничего особенного. А, ну может быть, мы брали имбирь, черри мы не брали, поэтому... Прям вишня отчетливая такая. А, просто. Очень вкусно. Вообще мне напоминает вот черри-кола напиток из 90-х. И конфеты из 90-х. Да, 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 да. И конфетку напоминает. Но неплохая. Главное, чтобы не химозная была. А она не химозная. А теперь имбирь. Слушай, ну пахнет неплохо. Ну да. А, ты все выпила? Давай в черри наберем. Видо какого кола. Тоже пробую. Мне кажется, вкусненько оно с лимончиком как-то будет, да? Нет, оно практически... Только надо вот выждать чуть-чуть. Ну мне так, нам так всем показалось. Мама пробовала, Вика пробовала. Вообще ничего. Не чувствуется имбиря, просто кола обычная. Даже не слайма. Мы когда пробовали, у нас пошли... Да потому что после буты и кола. Вмешно. Да нифига не. Вот здесь идет вот легкая как покалывание. Вот не чувствуешь как согревание покалывания именно в горле где-то? Ты думаешь, настолько там имбиря много, что аж согревает? Ну есть. Они как... Вот сейчас мне даже чихнуть хочется. Чихнуть. Овсяное, овсяное. Чихнуть, чихнуть. Скажи, вот еще раз глотни с имбиром. Ну есть покалывание. Ну есть, теплота какая-то, да. Покалывание. Не покалывание, у меня тепло. А, ну смешанные ощущения. Не, у меня тепло какое-то. Пошло легкое, и то может быть это самогнушение. Да какое самогнушение? Все говорят одно и то же. Я так тоже сначала говорила. Все говорят. А я говорю. Раздела касается сырых глаз. А еду ты забыла? Это в последнюю очередь. Да, сейчас подожди. У нас еще есть... Вот ты мне сегодня калорийная все. Это надо на два дня раздеть. Я взяла два йогурта. Вообще в фикс прайсе йогурта не беру. Не знаю, почему-то как-то не беру. Не знаю, почему не внушают доверие особо. Но я в этот раз решила взять Фрутис. И решила взять вот компании Нежный. Комбина. Не важно. Фишка в том, что они оба клубничные. И я бы хотела просто сравнить. Но? Но разные фирмы. Ну, нет. Ну, ну, нет. А что? Протеин. И то, компина, и то. Только этот дороже. Вот ты прям вот похожа. Селена просто не знает. Мы тоже как-то похожи у нас с толпу. И то, и то. Только здесь из-за того, что он с протеином, он там в два раза дороже. Короче, этот в два раза... Да, точно. Я взяла дешевый и дорогой самый. Да, в два раза дороже с протеином клубника. А этот дешевенький тоже клубника. И я захотела сравнить, какой же клубничный как бы лучше, да? С какого хрена мы должны переплачивать бабрищи цены от КВ? Потому что с протеином написали. Пахнет огонь. О, здесь даже с кусочками. Смотрите, он какой. Здесь он вот такой вот розовенький. Не открою полностью. Или ты съесть его есть хочешь? Нет. Я не знаю, почему я так начала делать. Просто, может, не захочешь съесть, мы в холодильник туда поставим. Смотрите, здесь такой нежный розовенький весь. А здесь какие-то есть кусочки вишни. Так, ну давайте. На, ложку тебе. Ну, я знаю, что вот этот как бы, ну, обычный. Ничего особенного в моем нет. Просто нежный, такой клубничный мусс. Ну, я не пойму особо клубнику, надо вот этот попробовать. С протеином такое ощущение, что как в порошок добавлен мел. Да ладно. Угу. Нет, он нормальный, хороший, наверное, очень полезный, раз там с протеином и он дороже, и это все от одной компании Кампина. Но вот этот по вкусу, который дешевый, он... Я, честно говоря, не разбиралась. Ну, ты не ощущаешь по вкусу, что вот этот более нежный, дешевый, который? А тот, как бы, такое, как будто бы мел она подсыпали. Нет. Вообще, йогурты классно, что придумали, да? Вкусные такие. Они просто вкусные. Давай убирай, не хитри мне тут. В моем видео, не хитри мне тут. Короче, они оба вкусные. Но у них вкус разный, да. Есть какой-то привкус у протеинового. Ну, мне отвратительно, приятно. Мне нравится, что здесь кусочки. Вроде бы как это клубника. А этот просто нежненький, классненький. Бывает, хочется просто нежненького. Так раз-раз нафигачил в рот себе. Съел и кайфуешь. Да? Давай много не есть, потому что у нас пивос впереди. Вместе с чипсами. И как бы на... Мне кажется, на молоко, на молочное все пивос вообще не то. Да, да ты... Вот кто-то конфеты с пивом. Ну, это вообще... И конфеты. Я только сбросила 100 грамм блина. Ну, вообще, утром. Так, давайте с Аленникова начнем. Или конфетки попробуем, а потом у вас вот с этим вот... Отличная идея. Да? Короче, у нас остались конфетки. Вот такие конфетки я, по-моему, еще не пробовала. И вообще, я помню, что... Мне кажется, я у тебя их попробовала. Жена самурая. Ну, ладно. Давай одно на двоих зафигачим. Мне кажется, лучше половинку на двоих. Пахнет вкусно. Давай половинку. Слушай, как-то... Вообще, они должны быть классные. Как ты, если ты пробовала? Как ты думаешь, что там это? Я не пробовала. Я не помню. Может быть, мы их или на развес покупали. Я не помню. Но мне кажется, я их встречала уже в своей жизни. Какая у тебя хорошая шлойка попилинёт. Прямо едная. Ну, с виду... Ой, а запах. Ой, вкусный. Блин, мне нравится. Я, как я люблю. Интересно. Как в Марс Снеге что такое? Корпус мягкая карамель с начинкой типа пралине. Глазированные. Что-то в этом есть. Ну, я оставлю себе несколько. Остальное Кристинке подарю. Ты так говоришь, подумаю. Отличная, значит, жена самурая. Попробуйте, кто не пробовал. И приступим к напитку. Вот такое вот пиво. Вообще, я люблю, девчонки... Тут уже всё, 18+. Нет, 21+. Потому что алкоголь, по-моему, да? 21 продают. 15% алкоголя. Поэтому, детки, выключайтесь. Сейчас вот камеры. Нет, у нас Россия, а не Америка. А, и чего? Да, в Америке с 21. А у нас, сколько? С 16 как паспорт получил? С 18? Да ладно. Ну как? Не, ну в клубах, я помню, было это с 21, когда мы делали вечеринки. Нам говорили, что 21 мне продают алкоголь. Так, короче. Я помню, было 21, поэтому 21, детки, всё, выключаем. До 21 выключаем телевизоры. Тёти, взрослые будут пить пиво. И есть вот такие начисы. Значит, первая с кусочками лука и морской солью. С солью и оригинальные. Вообще, начисы я не очень люблю, но каждый раз я их беру разных фирм и думаю, мало ли, может быть, они будут похожи на чипсы, и мне понравится. А пиво я вообще люблю очень миллер. Я люблю светлое, лёгкое пиво. И всегда выпиваю максимум стаканчик. Просто я люблю... Ну, я сначала взяла вот это. И потом поняла, что я захочу пива. Когда я что-то ем такое солёненькое, чипсики или какие-то кальмарчики, я всегда хочу к этому пиво. Ну, не знаю, у меня это как-то уже... Не оправдывайся. Бухаю каждый день. Сейчас придумываю, да? Ну, по тебе же видно. Ну, зачем ты раскусила? Ну, может, мне нужно было... Неопрятно, я в квартире всё... Горя-а-а-а-а-а-а. Ну, давай, открывай. Ты прощай. Я не пив, я прощай. А я... Ой, я похлопил. Да, вот умеют они подбросить чего-то такого. Подожди, я пойду, по-моему, в стакан. Кристиша, что ты там говорила? Подбросили они в пиво? Кто что подбросил в пиво? Пахнет просто всегда так... Наливайся по половиночке. Начнем с половиночки. Да, там сегодня ещё... Ух ты, да они какие-то. Это, короче, с луком. Лук здесь, по-моему, это... Поджаренный сильно. Держи. Ух ты, по утрам, парки мудро. Ммм, прям не хватает соуса какого-то, да, Макарон? Нет, я не люблю макать чипса. Хотя, для зубов, конечно, это твёрдая пища. Чё-то солёного ещё хочется. Они не такие... Во-первых, я чувствую жир. А мне нравится. Жир выдает? Нет. Масло, масло. Мне нравится, что здесь соли немного. И соли, да, здесь вообще немного. Я люблю с пивом солёным. Надо соль... Так, от соли надо отходить. Куда? Подальше. В сторону. Ой. А эти вообще, наверное, ещё они вкуснее. Они даже без лука. Подожди. Ну, тоже... Что это, херня? Зато это ни с чего сделано вообще. Кукурузные, поэтому они твердоватые, потому что грубого помола кукуруза. Полезная. Оригинальные, более солёные. Не кажется эти? Ну, пусть они будут более солёными, но они более, да, вредные. Чем больше это соли... Вот смотри, ты даже ни разу пива не выпила. А чипсы ешь и запиваешь, и запиваешь. А это всё дозировано. Как-то пива и не хочется, блин. Ну вот. После таких несолёных наггетсов. Ну, я должна его попробовать. Да не наггетса. Наггетс. А, начис. Или нэйч. А, начис. Господи, лёв, наггетсы это шмагнулось. Так, ладно, пивко. Пахнет, на самом деле, не так, как мне нравится. Мне вот такой аромат совсем не нравится. Он какой-то сильный, знаете, такой пиво-пиво, на разлив. А мне нравится классический. Почему? Тем более, это премиум. Мне нравится классический. Вот мне нравится фильтрованное пиво. Ну, если пиво. Почему-то. Классический, классический вкус, без всяких ароматизаторов. И чтобы оно резкое было. Ну да, оно вот резкое, да? Нет, есть чересчур резкое. Прям чувствуется, что что-то добавляют, чтобы было резкий вкус. А это как-то вот натурально резкое. Ну, не знаю, мне нравится. Когда классические, резкие, фильтрованные. Короче, обычное пиво. Ну, обычное пиво, да. Обычное, хорошее пиво. Я люблю еще пивасики. Помнишь, где-то с тобой... 75 минут? Носковское пивоварно. Или 77. Круто. Крис, вот я люблю пиво, когда оно немножко миодиком отдает и чуть-чуть с привкусом сладеньким. Оно то есть идет, хорошее. Да мы с тобой брали, я тебе еще говорила какое-то. Ты говоришь, вот это бери. Мы вот последний раз с тобой где-то пили. Но это все я беру таких из классических, потому что... Из каких? Хочу сказать, что когда добавлены хлебопродукты, от этого пива может болеть голова. Поэтому такие хлебные напитки, они, как правило, очень бюджетные. Пиво, в котором содержится только вода, пивоварный солод и пшеница. И отсутствует слово хлеб... Хмелья продукты. Оно на порядок дороже. И как бы считается, оно натуральное, хорошее. А здесь у нас написано хмелья продукты. Значит, оно будет дешевле и может болеть голова. Ну не может болеть голова, как бы считается, не как бы считается, это уже... Нифига себе, что ты рассказал. Так же, как и в обычных продукциях, вот и в пиве. Хорошее пиво не должно содержать хмелья продукты. Хмелья продукты. А там должно быть всего лишь вода. Вода, что там? Вода, солод и пшеница. Солод, пшеница. Это хорошее, дорогое пиво. Оно, как правило, там и срок годности у него. Я вам говорю, как. Спасибо, Кристиночка, за информацию такую. Я вот, если пиво брать, то обязательно обращу на это внимание. Думаю, девочкам нашим тоже было полезно. Ладно, мои хорошие, батарейка садится, поэтому мы не можем долго сидеть и трындеть, и распивать пивко с вами, и что-то общаться, потому что оно подзарядилось. Нос безумное просто чешется. 20 минут подзарядился мой аппарат. Аппарат, да, и сейчас начнет выпендриваться. Поэтому давайте за вас. Да, давайте выпьем за вас, выпьем за фикс прайс. Пусть они делают более качественную одежду. А почему они ничего не делают, они только продают. Пусть они находят для нас бюджетный, качественный продукт, чтобы мы не сомневались. Ну, давайте, за вас, за любовь. А мы все это находили. Полис находился. Я уже напилась. Ну, одну хмельную единицу можно. Что мы сейчас сделаем? Все, мои хорошие, любим вас, целуем. Все полезные ссылки под видео, еще, а точнее, на канал моей скромняшки Крис. Супер-мега-блогера. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Если нам плохо не станет, от всего этого многообразия еды. Нормальные продукты все это купила. Я тобой горжусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok